Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Анна и интернет-проект Фаберлик онлайн. Сегодня я хочу потестировать такие ножинки. Очень мне стало интересно, поэтому я немножечко полазила по холодильнику, нашла несколько фруктов всего. И сейчас мы с вами будем смотреть, как эти ножинки режут. То есть я заказала два вида. Это под крупную нарезку, артикул 111,82. А это под мелкую нарезку, под весы салата и так далее. У них артикул 111,83. Указано, что они очень супер такие острые и так далее. Да, то есть и сейчас будем смотреть. Да, давайте сначала посмотрим с вами, как режется сыр. Очень мне, конечно, интересно. Давайте вот так. Я, конечно, его буду резать сбоку. Понятно, что было бы. Да, можно и тонкий, смотрите, кусочек прозрачный, и толстенький порезать. И все получается очень ровно и красиво. Да. Ну да, очень удобно. И если к ним приноровиться, да, то есть я, в принципе, люблю очень большие ножи. И поэтому мне очень нравится как раз таки большими ножами пользоваться. У меня по руке, по всему. Тут идет антискользящее покрытие. Вот. И давайте посмотрим. Это колбаса сырокопченая. Ее очень сложно нарезать простым ножом, да. Видите? Ну, ножик, я бы хотела сказать, очень острый, хороший, да. И нарезает здорово. И дольки получаются ровными, да. Как бы, в принципе, отличный срез, да. Вот. Значит, крупные мы с вами порезали. И если потестировать, да, то, в принципе, этими ножницами очень удобно делать фруктовый салат, если, конечно, предварительно фрукты почистить. Обычным ножиком, этим ножиком вы ничего не почистите. Просто давайте посмотрим, да, то, что яблоко можно легко, острым лезвием таким, просто разрезать пополам. Да, то есть, и оно немножечко, конечно, сломалось, но реально яблочко это тверденькое. То есть, прорезает до конца классными такими дольками. Вот. Также можно пополам разрезать более мягкие фрукты. Это говорит о том, что ножик очень острый, да, как вы видите. Все удобно, все классно. Давайте попробуем. Вот видите, это уже большой фрукт, да, апельсин. И он уже навряд ли разрежется. Нет, вообще-то. Ну, посмотрите, идеально, да. Ну, в принципе, да, очень удобно. Но если вы любите дольками нарезать, да, вот тоненькими, да, маленькими, то, конечно, этот нож уже не подойдет. Он вам будет сжимать его. Видите, он сжимает. Вот, не прорезает дальше в тонкие кусочки. Если нарезать, то только таким вот образом. Вот. Далее очень интересны еще одни ножинки. Вот им я радуюсь больше всех, потому что я всегда обычными кухонными ножницами а всегда крошу салат на весу. Почему? Потому что, ну, не люблю я доску там, нож, еще что-то. И тут, конечно, я обрадовалась, что пришли такие ножинки и решила попробовать, потестировать. Вот, вы знаете, что-то как-то вот пошло не то. Но, как вы видите, первый отдел не режет, вот, а второй режет отлично, да, то есть первый все-таки больше мнет и не зацепляет лук. Вот, что-то более потолще проблем нет, он режет, а вот именно с луком проблемы. Ну, а если взять салат, этот же салат, да, то тоже его порезать, вот, без проблем, здорово и классно, но, как вы видите, режут только одни ножницы, его больше можно порвать. Как заявлено в каталоге, что можно подчеркивать, да, таким вот образом салат, подчеркивать и крошить его, но режет только одна штучка. Или это брак, или что, я не знаю, но до конца, как вы видите, оно не прорезает, да, то есть первые ножницы идеально, можно и колбаску, и все красиво на стол порезать. Эти ножницы, я уже, как бы, сомневаюсь, что они вам понравятся. Но, так-то, по идее, видите, как бы легко, да, вот, что-то немножко погрубже, уже нормально. А вот именно лук, салат, они плохо режутся, из-за того, что ножи не, может быть, не сильно острые, но, в принципе, когда я их мыла, они даже легонько, они порезали губку. Вот, если взять лук, да, давайте попробуем. Лук, видите, они режут просто идеально, и все хорошо. А вот именно не режут они что-то более-менее мягкое, да, видите, лук как хорошо разрезает, и пополам, и всяко. Его можно поймать, да, докрошить, то есть очень удобно. Вот, и давайте посмотрим помидорку. Помидорка, она, очень мягкие помидоры в магазине продавались. Пыталась выбрать потверже, но не получилось, да, то есть, смотрите, то есть, вот такие вот помидорки. Режет, в принципе, нормально, по идее, он острый. Но вот почему он не режет салат, я не знаю, потому что написано, что это как бы для салата. Но, смотрите, салат мы сделали с вами в считанные минуты, пока разговариваем. И это серьезно здорово. Конечно же, сейчас я попку огурцов отрежу. Да, видите, попки хорошо режутся. То есть, непонятно, почему так получается. Да, и тут, конечно же, все равно, если вам не нравятся крупные, да, огурчики, то вам нужно крошить именно предыдущим ножиком, который идет под твердые. Давайте попробуем. Да, ножик вообще идеально крошит. Здорово и классно. Ну что ж, дорогие коллеги, больше, наверное, я ничего тестировать не буду. А, давайте посмотрим еще на укроп. На укроп. Потому что укроп у меня тоже резался не очень-то и хорошо. Давайте его протестируем. Возьмем вот эти вот листочки и порежем. Видите, одно режет, а второе нет. Но в целом получается довольно-таки мелко. И еще давайте с вами поподчерпываем его немножко, чтобы вот так поразрезать, да? Как показано в каталоге. Ну да, в принципе, интересно, интересно, что можно измельчить, сделать более мелким. Вот его. Да, вот таким вот образом. Ну что ж, с вами была Кунна Ванна. Интернет-проект Фаберлек Онлайн. В целом ножницы мне понравились. Но вот вы знаете, лук я буду крошить обычными ножницами и не этими. Может быть, они и не идут под лук, но лук там был нарисован. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро выйдет обзор одежды от Рогова и Юдашкина. Еще будут туфли.